Находясь в режиме повышенной готовности, а именно так, с учетом погодных условий, уже несколько недель работают все городские службы, утверждена обязанность выполнять решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сегодня оперативно не сработали энергетики, коммунальные и дорожные службы. В ряде сел Лазаревского и Хостинского районов произошли обрывы линий электропередач. Порыв теплотрассы оставил без отопления за вокзальный район. Стоял с утра и Мамайский перевал. Подобная ситуация недопустима, подчеркнул Анатолий Пахомов. К тому же причин для сбоя в работе не было. Энергетики не справились с поставленными задачами. Они не были организованы для быстрого реагирования в условиях, которые мы передавали. Передавали о том, что будет налипание снега. Ну и конечно по дорожникам, по федеральным, потому что Мамайка. Будем разбираться через прокуратуру. Жизнь города должна быть комфортной и безопасной, отметил глава курорта. Сбои, в частности, в энергосистеме недопустимы. К слову, Сочи один из городов страны, где лучшее энергообеспечение. Для устранения же аварии были направлены бригады. И к обеду сбой в системе устранили. Но ответственности, в том числе с энергетиков, это не снимает. Мы будем обращаться и в органы прокуратуры, и в судебные органы по вопросу подготовки сил и средств и выполнения решений КЧС, комиссии по чрезвычайным ситуациям, по готовности к оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций, нештатных ситуаций. Вопрос благоустройства и праздничного оформления города к новогодним праздникам также на контроле у мэра. Здесь недорабатывают отраслевые управления. До 23 декабря глава дал поручение полностью обеспечить декорирование курорта. Мы же занимаемся городом, у нас люди живут. У нас не должно быть такого, ни 40, ни 5 процентов не сделаны. У нас должно быть все сделано. И поэтому половина, которая сделана, она меня не устраивает. Навести порядок на улицах курорта, во дворах домов к новогодним праздникам предстоит в ближайшую субботу и горожанам. 24 декабря объявлен общегородской субботник.